добрый день дорогие друзья снова вы на моих каналах сам себя бензомастер мастер газолин в ремонте пила tatra garden ms 180 стандартная в принципе пила как и все китайцы заявленная неисправность нет подачи масла на цепь я думал что сейчас уже такой холодный период времени и может быть нет подачи масла из-за того что она густое и не проходит через фильтр бачка значит масляного но как бы проверив этот фильтр сняв там верхнюю сеточку и залив масла я убедился действительно подачи масла нет то есть это не зависит от густоты в данном случае в этой в этом случае не зависит от густоты масла скорее всего проблема именно в неисправности маслонасоса либо вниз комплексной неисправности маслонасоса и привода маслонасоса ну то есть для того чтобы поменять маслонасоса сейчас я вам покажу как это делается то есть я предварительно снял верхнюю крышку снял воздушный фильтр так сейчас я откручу свечу зажигание пила заводится хорошо заводится работает потом я просто подрегулирую высокие обороты немножко не такая резвая как хотелось бы но это может быть такое после обкатки чуть-чуть надо винтик аж либо открутить либо закрутить буквально на 1 4 оборота чтобы ей добавить резвости так снял свечу обязательно снимаю перед тем как я буду откручивать сцепление под которым находится масляный насос обязательно надо снять стартер почему его снять потому что объясняю сцепление сцепление закручена здесь по против часовой стрелки то есть резьба резьба левая поэтому закручиваем мы его получается откручиваем по часовой закручиваем против часовой здесь на магнета находятся кулачки которые постоянно находятся в зацеплении зацепление с звездочкой стартера так вот если не снять стартер то вот эти вот здесь будет поломка либо здесь либо если у вас кулачки не металлические а пластмассовые на некоторых моделях бы здесь и такие вот то есть они работают одинаково хорошо то вы выломаете кулачки для того чтобы их не выломать надо вот это снять потому что когда вы будете откручивать проблем никаких а вот когда вы будете закручивать вот тогда вы их поломать так сняли теперь берем уже раз не раз показывал вам такую обычную белевую веревку на которой завязаны узелки и выставляю поршень в положении чтобы он перекрыл выхлопное отверстие вставляем в свечное отверстие вставляем шнурок для чего мы это делаем повторюсь может быть кто не видел на предыдущих видео таким образом мы фиксируем поршень фиксируем поршень чтобы соответственно фиксируем коленвал для того чтобы открутить теперь значит домашних условиях можно пытаться открутить сцепление ключом для болгарки то есть ключ который диск крепит я сделал такой вот специальный ключ с большим рычагом который очень удобный взял старое сцепление заварил его чтобы она убрал пружину заварил а сюда в эти пазы вставил штифты и соответственно тоже и заварил вот получился такой ключ очень легко им удобно для мастерской это очень удобно то есть я оставляю ключ вставляю сцепление и по часовой стрелке откручиваю сцепление открутил то есть снял бывает очень тяжело открутить таким ключом всегда легко откручивается а вот ключом для болгарки бывают немножко тяжеловато потому что часто очень ну и как и в этом случае на уплотнители резьбы посадка скажем сцепление вот я снимаю привод маслонасоса вот такое осматриваю его то есть привод маслонасоса это как болт с резьбой здесь такие канавки ответная часть на насосе шестерня вот за счет того что вращается этот период ради приводит вращение шестерню маслонасоса соответственно насос качает значит привод маслонасоса в исправном состоянии он может быть если неправильно ставили цепь неисправен с этой стороны каким образом тут слизаны просто будут скажем места посадочные этой звездочки будет звездочка просто вращаться нет не приводя либо может быть при заклинивании маслонасоса здесь как бы типа сорванная резьба за зализанный зализанные вот те грани тоже вот это основные поломки которые могут быть в приводе маслонасоса из-за этого тоже соответственно нет подачи нас откручиваю вот эту вот крышку защитную под которой находится сам маслонасос обычно маслонасос ну как бы я не ремонтирую он не так дорого стоит поэтому ремонтировать его абсолютно нет смысла ну что если он уже сломался то сломался вот он маслонасос вот так вот когда вращается то вращается шестерня вот это вот маслонасоса и соответственно насос подает подает то есть это шестерня двигается вперед назад и подается масло соответственно откручиваю сам маслонасос и просто сделаю его замену да еще такой скажем совет не совет нюанс посмотрите если у вас процессе работы вышел из строя маслонасоса вам у вас нету под рукой маслонасоса куда-то ехать бежать магазин искать может не оказаться где-то там на рынке далеко что можно сделать вам надо пилить берете обычную консервную банку диаметра я не знаю там такого где-то диаметра сантиметров 12 там ну можно больше там еще что-то наливаете в эту банку обрезаете или если она высокая обрезаете ну то есть делайте типа мисочки такой небольшой наливаете туда масло и с периодичностью определенный просто макаете макаете туда кончик шины то есть определенная периодичность где-то 45 минут сделали пару резов макнули кончик сделали пару резов макнули кончик вот то То есть таким образом вы можете резать. Потому что масло не так нужно для смазки самой цепи, как для подшипника, который находится на кончике шины. Поэтому вот таким образом можно, вот этот период, когда между мастерской и тем, что вам нужно работать, вы можете воспользоваться вот таким способом. Никаких поломок не будет. Вот сейчас я проверю, как из помасленной трубки поступает масло или нет. Вы знаете, я не вижу, чтобы масло поступало. Так что здесь возможно, что проблема все-таки заключается не в маслонасосе, а именно в подающей вот этой трубке. То есть я ее вот так вот подтягиваю и, соответственно, вытягиваю. Я ее просмотрю. Сейчас я попробую еще раз подтянуть, шприцом проверить. И подтянуть сюда, скажем, масло проверить, подается оно или не подается. Масло подается. То есть, может быть, была трубка где-то перегнута. Ну, играться я не буду, так как я уже открыл здесь все. И подозрение у меня было на маслонасос, поэтому я его поменяю. Чтобы второй раз не лезть сюда и не разбирать. Иначе, если окажется, что маслонасос не рабочий, придется мне опять все разбирать и, соответственно, лезть обратно сюда. Я этого делать не хочу. Так, все. Я вставил эту трубку. Беру новый маслонасос. И, соответственно, его вставлю. Дальше сборка происходит в обратном порядке. То есть, я... Ну, этот маслонасос я потом проверю. То есть, я его поставлю на какую-нибудь из пил, которая будет там, скажем, более такая сложная разборка и где мне надо будет проверять двигатель. То я как бы буду, вернее, менять сальники коленвала. Я просто не поставлю сцепление, а поставлю маслонасос и привод маслонасоса и проверю, как он будет качать. Да и все. Вот тут насос. Значит, теперь... Теперь вставляю обратно маслонасос. То есть, каким образом работает маслонасос? Маслонасос работает таким образом, что когда вращается вот эта вот шестерня, вот эта вот шестерня, то есть она, кроме того, что вращается, упирается, вот здесь у нее обратная часть сделана в виде такого как эксцентрика и когда он вращается, она ходит по вот этому винту, вот так вот производит возвратно-поступательные движения, то есть вращательные это привод звездочкой а упираясь вот в этот скажем винт, она делает вот такие возвратно-поступательные движения за счет этого за счет этого происходит и на кончике вот этой оси есть там, скажем, выборка типа шлица и вот он за счет этого маслонасос качает все механика никаких здесь премудростей нет все, вставлю потом, когда я вставлю, я открою масляный бачок, вот сейчас я даже вам это и покажу чтобы поправить масляный фильтр вот я его закручиваю закрутил а теперь переверну ее потому что когда я вставлял там трубка, она немножко, скажем не то что, она длинная специально чтобы фильтр находился вот в этой стороне чтобы он лежал именно там поэтому она, когда вы ее вставляете она достаточно неудобно вставляется с этой стороны после того, как вы вставили, надо поправить надо поправить эту трубку то есть вы открываете соответственно масляный бачок достаете пробку и там крючком или чем поддеваете этот фильтр находите его где он там лежит пальцем можете вот я его достал и соответственно вот так вот его чуть-чуть загибом чтобы не было нигде перебил я его положу вниз на место все фильтр я поправил фильтр поправил теперь закрою пробку и уже соберу ту часть то есть я шнурок как вы обратили внимание я его не вытягиваю я его вытяну только в конце после того, как мне надо будет ставить стартер так все эту часть я закрываю я закрутил маслом насос ставлю на место крышку так закручиваю ее вот там так и поставлю привод маслонасоса звездочку сцепление все это закручу закручивать надо очень хорошо закручивать сцепление чтобы у вас в процессе работы не открутилась звездочка вот вставил привод маслонасоса возьму просто пока звездочку вот так все нормально вращается нигде не клинит так подшипник надеваю венец здесь звездочка хорошая двухсоставная звездочка вот ставлю звездочку ставлю шайбу и закручиваю сцепление против часовой стрелки открутил а теперь вот этим ключом затяну хорошо затяну чтоб оно не открутилось вот ну то есть как бы тоже сильно крутить тут надо немножко меру знать потому что можно поломать поэтому это конечно постепенно с опытом работы приходит ну то есть закручено хорошо вот но без определенных без фанатизма как говорится так теперь я ставлю обратно стартер ставлю стартер вот я его так поправил чтобы он стал зацепление магнит и все сейчас я ее заведу и посмотрю как подается масло через отверстие покажу какое то есть шину цепи ставить необязательно оно будет вытекать в паз если хорошо все нормально работает оно будет но это увидим все ставлю свечку и заведу пилу то есть я уже предварительно заводил то есть заводить ее как на холодную я не буду с вытягиванием подсоса праймером тоже не буду подкачивать топливо я просто включу масло потекло все теперь работает будет подаваться масло на цепь соответственно будет все работать нормально все то что я сегодня хотел вот в этом видео вам показать я все вам рассказал и показал если какие-то возникают у вас вопросы по этой теме по другим каким-то связанным с ремонтами бензопил триммеров ну триммеров сейчас зимний период меньше но вы пожалуйста пишите задавайте вопросы какие вы еще хотели видео увидеть я буду их размещать потому что бывает так что просят показать как надо делать что-то другое на что я может быть внимания не обращаю это для меня элементарно для вас интересно непонятно то есть я эти видео тоже выкладываю все всем спасибо за внимание подписывайтесь на мои каналы сам себе бензомастер мастер газолин меня зовут Сергей Костюк до новых встреч все пишите подписывайтесь Продолжение следует...